Всем привет! Сегодня поговорим об одном проекте краболовного судна и о четырех рыболовецких компаниях, для которых в рамках программы инвестиционных квот строятся эти краболовы. Напомню, что для стимулирования строительства рыболовецких судов на отечественных верфях действует программа InvestQuot. Она предусматривает, что половина квот на добычу краба будет распределена между компаниями, которые помимо платы за квоту обязуются построить в России среднетоннажное рыбопромысловое судно длиной более 50 метров и стоимостью около 1 миллиарда рублей. Начнем с группы компаний «Русский краб», ведущей к рыбопромысловой компании России. Флот компании на 2020 год насчитывает 19 рыболовных судов, это самый большой к рыбопромысловый флот в России, а объем квот на вылов краба составляет около 13 тысяч тонн. 2 февраля на Нежском судостроительном судоремонтном заводе по заказу ГК «Русский краб» состоялась закладка «Киля» третьего краболовного судна проекта 5712-ЛС. Серия состоит из семи судов краболовов, строящихся на Нежском судостроительном судоремонтном заводе в Петрозаводске. Крыболовы-живовозы проекта 5712-ЛС предназначены для вылова и перевозки живого краба в бассейнах Охотского и Берингового морей. Кроме того, компания заказала еще три судна на этой же платформе. 18 марта на Окской судоверфи состоялась закладка «Киля» первого крыболовного процессора проекта 5712-П. Первый в серии процессор получил имя капитан Манжолин в честь капитана-директора Крабофлота и почетного гражданина Владивостока Николая Платоновича Манжолина. Серия состоит из трех судов краболовов, строящихся на Окской судоверфи в Нижегородской области. Краболовы-процессоры проекта 5712-П предназначены для добычи краба и переработки варено-мороженую продукцию. Оценочная стоимость постройки одного судна проекта 5712 для группы компаний «Русский краб» составляет около полутора миллиардов рублей. Теперь перейдем к группе компаний «Антей», одной из крупнейших российских компаний по добыче и переработке краба и рыбы. Флот компании на 2020 год насчитывает 24 рыболовных судна, из них 17 крабопромысловых, а объем квот на вылов краба составляет около 8 тысяч тонн. 2 июня 2020 года на Находкинском судоремонтном заводе по заказу ГК «Антей» состоялась закладка сразу 8 судов краболовов проекта 5712-ЛС. 5 для компании «Антей Север», 2 для Тихоокеанской рыбопромышленной компании и 1 для компании «Алистар». Это первая серия судов, который строится на Дальнем Востоке в рамках «Инвестквот» на добычу краба. Стоимость постройки одного краболова для ГК «Антей» составляет около 1 миллиарда 700 миллионов рублей. И закончим мы компаниями «Аквайинвест» и «Мерлеон» совсем небольшими крабопромысловыми компаниями. На верфи братьев Нобель в Рыбинске для них ведется строительство двух краболовных судов проекта 5712-ЛС, по одному судну для компаний «Аквайинвест» и «Мерлеон». Получается, что в России на четырех судостроительных заводах ведется строительство 17 краболовных судов проекта 5712-ЛС и трех краболовов процессоров проекта 5712-П. К сожалению, я не смог найти, на какой ежегодный вылов рассчитаны данные краболобы. Но мне попалась интересная информация, от группы компаний «Русский краб». Краболовы-живовозы проекта 5712 смогут вылавливать и перевозить живого краба в два раза больше, чем это возможно на судах действующего флота. С учетом того, что флот «Русского краба» состоит из 12 живовозов и 7 краболовов процессоров, можно предположить, что 7 новых живовозов и 3 краболовов процессора будут способны выловить примерно такое же количество краба, то есть около 13 тысяч тонн. Значит, все 20 краболовов проекта 5712 будут способны выловить около 25 тысяч тонн. В 2019 году в России выловили 91 тысячу тонн краба. Получается, 20 новых краболовов будут способны обеспечить в районе 25% от ежегодного вылова. На этом все. О краболовных судах других проектов мы поговорим в будущих выпусках. Подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте нажимать колокольчик.